Нихао, друзья! С вами Самый Сликий и самый адекватный обзор автодрома в Шанхае. Арена проведения Гран-при Китая Формулы-1. Первые попытки провести Гран-при китайцы предприняли еще в 90-х. Даже построили трассу в Джухае. Но найти Джухай на карте мира никто не смог, поэтому Формула-1 туда не доехала. Китайцы быстро сообразили, что надо строить новый автодром. Ну, судя по рождаемости в Китае, это такая традиция. Если один не получился, строгай другого. Короче, в декабре 2001-го было объявлено о начале строительства Шанхайской трассы с прицелом на попадание в календарь Чемпионата мира Формулы-1 сезона 2004. И в этот раз у них получилось. Китайцы подошли к строительству с размахом, осушили болото и наделали впадыки новых. Насажали деревьев, настроили домиков. Китайцы и такие китайцы. Но, правда, они не сами до этого додумались. Естественно, возглавил строительство главный трассостроитель Формулы-1 Герман Тильке. Все шло по графику и к сезону 2004-го новое чудо Тилькодромостроения предстало перед зрителями. Но парадокс. В самой многочисленной по количеству гражданинов в стране этих самых зрителей найти не смогли. И до сих пор не могут. Организаторы вынуждены в последние годы стыдливо прикрывать некоторые трибуны рекламой. Отличительной особенностью трассы в Шанхае является постоянно висящий над ней смог, который даже солнечный день превращает в нечто похожее на ядерную зиму. Один раз из-за этого даже чуть было не отменили гонку. А еще дождь. Как вы понимаете, частенько превращающий Формулу-1 в фееричное шоу. Ну и, конечно, китайцы. Да-да, они тоже способствуют атмосфере большого цирка, выступая, как правило, в роли клоунов. Скоро поймете, о чем это я. Что же касается самого трека, он действительно хорош. Ну, после Бахрейна, видимо, мне придется так говорить про все трассы. Но правда, Шанхай великолепен. Здесь есть где обгонять, есть где ошибаться, есть где устроить настоящие гонки. И уровня Формулы-1, естественно. Именно в Шанхае, а не в Сочи, вопреки заблуждениям многих, родилась русская торпеда. Впервые отпраздновали победу в команде Red Bull. Правда, под британский гимн. Если не забуду, в завершении обязательно расскажу вам про китайские косяки. Последнюю победу, кстати, именно здесь одержал великий... Нет, величайший красный барон. Впервые здесь победили и Мерседесы. И это тоже мог бы быть Михаэль Шумахер, если бы по-немецки педантичные механики команды не подхватили вирус китайской расхлябанности и не промахали колесо на педстопе. Победил Росберг? Ну чё, тоже немец. Именно в Шанхае завершилась история двух славных коллективов. Джордан и Минарди. А еще карьера Антонио Джовинаци. Но это не точно. Впрочем, друзья, все это дело давно минувших дней. Давайте, чтобы лучше воспринимать новые истории Шанхая, понимать, где и почему это происходит, познакомимся с конфигурацией автодрома поближе. Стартовая прямая. Довольно широкая. Примечательно, что справа за заборчиком находится еще более широкая пит-лейн. По слухам, Олег Карпов видел, как оттуда взлетают боинги. Шутка. А вот первый поворот далеко не шуточный. Знаменитая улитка. Пилотам приходится дотормаживать, а потом снова давить на педаль газа несколько раз по ходу этого поворота. В результате они разворачиваются почти на 360 градусов. А некоторые даже больше. Ну, если ошибутся. Именно здесь в отчаянную атаку ринулся Данил Квят в 2016. Он прошел обе Феррари и приехал на подиум. Дерзость россиянина очень не понравилась четырехкратному пальцу. И пришлось Дании напомнить немцу, что, мол, начинаете сражаться с русскими, потом не жалуйтесь. Вся эта улитка пронумерована как первый, второй, третий и четвертый повороты. На выходе из которых мы устремляемся к шестому. И именно к шестому. Потому что пятый всего лишь излом. Который проходится газ в пол. А вот шестой является одним из обгонных мест. Здесь ощутимое торможение и мы часто можем увидеть обгоны в духе прошлых лет. Когда пилоты перетормаживают друг друга, скрещивают траектории и бьются не только на входе, но и на выходе из поворота. Связка седьмого и восьмого скоростная. На первый взгляд не представляющая опасности, но это по суху. В дождь это место становится по-настоящему опасным. Стоит немного промахнуться с траекторией и дальнейшее движение с болида становится непредсказуемым. Мы приближаемся к девятому повороту. Он тоже в некой связке с десятом. По сути, пилоты пытаются пройти его как один пологий поворот и максимально быстро выбраться напрямую. Как вы понимаете, в таких случаях надо филигранно играть педалями газа и тормоза. Избыточная поворачиваемость здесь обычное дело. Мы напрямой и, друзья, расслабляться рано. В Шанхае даже напрямой может произойти все что угодно. В доказательство вам разворот Вальтери Ботаса под Пейскаром. На прямой. Согласен. Глупо. В одиннадцатом повороте пилоты часто бодаются, иногда даже удается обогнать, но все же в Формуле-1 опытные ребята и прекрасно понимают, что обгонять любой ценой здесь не имеет смысла. Ведь совсем скоро одно из самых обгонных мест в календаре чемпионата. Но для начала двенадцатый и тринадцатый, по сути, представляющий собой один поворот с небольшим бенкингом. Вспоминаю, как Виталик Петров тут делал Вебера на всемогущем Рэдбуле. Тогда еще всемогущем. Кстати, именно здесь, по задумке организаторов, должны были скапливаться китайцы на трибунах, но не скопились. По логике Сочи-автодрома, эту трибуну можно назвать трибуна имени человека-невидимки. Выход из бенкинга с сюрпризом от Германа Тильки. Кочку на обочине мы встречали и в Австралии, и в Малайзии. Тут она тоже есть, но не такая уж и брутальная. А вот прямая, которая ведет нас к тринадцатому повороту, брутальнее некуда. Она одна из самых длинных в календаре, если не самая длинная. Ну и не обязательно смотреть гонки 20 лет, чтобы понимать, здесь обгоняют. Ну, вернее, опережают. Формула-1, ДРС и все такое. Но почему Шанхай хорош? Да потому, что после этой прямой идет мощнейшее торможение и четырнадцатый поворот. Естественно, в связке с пятнадцатым. Этот поворот – идеальное место для атаки. А учитывая длину прямой, и для контратаки. Так, в прошлом году здесь боролись два испанца – Фернандо Алонсо и Карлос Сайнц. Но самый изящный обгон произошел в 2006-м, когда Дженсен Баттон обогнал в этом повороте троих. А вы говорите – Бахрейн с объездом по прямой на самовозе от Мерседеса. Вот где искусство. На Хонде. Растолкать всех. Ну, правда, тут дождик немного помог. В любом случае, в этом повороте произошло больше обгонов, чем за всю историю того же Сочи-автодрома. Главное – вовремя затормозить, а то можно и заторанить кого-нибудь. И, кстати, именно здесь произошел курьезный случай, когда колеса Тарароса Себастьяна Буэми настолько утомились гнать по прямой, что просто катапультировались. Впрочем, скорее всего, дело в самой конструкции Тараросы. В те времена их машина, по сути, была Рэдбулом, только собранным менее качественно. Ну, как бы китайским. Ну, вы поняли. 16-й поворот изящен. После всех приключений, обгонов, сносов, бэнкингов и длиннющей прямой с мощнейшим торможением, пилоты здесь в голос кричат «Блин, еще и 16-й!». Он вроде как незаметен, вроде как излом к стартовой прямой, но все стремятся его пройти как можно быстрее, а поспешишь, как говорится, людей насмешишь. На внешнюю часть вылетают практически все по ходу практик, квалификации, гонки, но в 2017-м Антон Живинаци уехал в этом повороте на внутреннюю сторону и разбил свой первый заубер. Но это еще не все, дорогие друзья. Тут стоит упомянуть поворот без номера, в котором событий произошло больше, чем за всю историю Сахира. А Сахир, как мы знаем, очень интересный и очень обгонный автодром. Въезд в боксы. Отдельная песня. В 2016-м Себастьян Феттель отыграл в этом неприметном месте сразу две позиции. В 2014-м Мальдонадо в своем стиле пытался победить самого себя и, что характерно, победил. За год до него дурной пример показал Сережа Перцев. Ну и, конечно, легенда о шестерых китайцев из далекого 2007-го. Просто послушайте и насладитесь. И проблемы у Льюиса Хэмилтона. Мимо Льюиса просвистел Кимми Райфенен, Льюис улетел с трассы. Вот, смотрите. Обратите внимание на правое заднее колесо. Там мелькает какая-то белая, ну, штуковина, скажем так. Это, возможно, кусок пластика. Кусок пластика, пробивший колесо. И Льюис попробовал... Льюис попробовал заехать в боксы и вылетел с трассы. Льюис Хэмилтон застрял в гравии. Нет, здесь не будет трактора Льюис. Это Китай. Вот это да. Прокол, медленный прокол заднего правого колеса. Льюис попробовал свернуть в боксе и застрял в гравии. Толкайте, говорит он китайцам. Но он слишком сидит на брюхе. Возможно, он налетел на обломок. На чей-то белый обломок, который проколол колесо. Один китайец пытается выдолкать машину. Два китайца пытаются выдолкать машину. Три китайца. Толку ноль. Льюис сидит в гравии. Соперники уносятся вперед. Что бы ни было, скажу я, что интрига в чемпионате у нас возрождается. Я думаю, что чемпионат мира 2007 года. Буду вспоминать, как самый интересный чемпионат за последние множество лет. Наверное, лет 20. И это фантастика. Такого мы не видели. Рон Деннис держится за голову. Четыре китайца не могут выдолкать. Пятый китайец зовет шестого. Но Льюис сидит здесь по-прежнему в гравии. Впервые в сезоне Формулы 1 Льюис Хэмилтон по ходу гонки вылезает из машины. Я, кстати, обещал вам рассказать про китайскую клоунаду. В 2016 году они, например, начали выжимать тряпки на трассу прямо во время гонки. Туда-сюда возить защитные барьеры. Подметать трек на грузовиках. В 2014, понимая, что гонка скучновата, решили раньше помахать клетчатым флагом. А когда китайцам казалось, что пилоты не такие уж и быстрые, они сами выбегали на трассу и демонстрировали реальную скорость. Ну и гимн Британии после победы Рэдбула. В общем, китайская трасса. И проходящий на ней гран-при китайский. В полном смысле этого слова. Вроде неплохой, вроде качественный, недорогой для жителей восточной части нашей страны. Но почему-то всегда с какими-то косяками. Впрочем, для нас, любителей шоу, это делает Формулу 1 только интересней. Думаете это все? Нет. После всех поворотов есть еще и прямая. В чем ее опасность? В том, что во время дождя, а вернее после, там мокро. Крыша от конструкции главной трибуны и небольшая ложбинка создают коварное местечко для пилотов. Жертвами его стали Паскаль Верляйн и, не поверите, снова Джовинаци. В том же 2017 разбил свой второй и последний Заубер. Ну а сейчас, дорогие друзья, давайте проедемся кружок по этой трассе вместе с нашим штатным испытателем, я бы сказал, летчиком-космонавтом. Все-таки недавно мы отпраздновали День космонавтики Антоном Молчалиным. Антоха, они там движки экономят, поэтому дали нам исторический балет 91-го года. Ну, представь себя в начале 90-х и погнали. Кстати, тут стоит Хонда, так что смотри, не спали движок и поаккуратнее, все-таки машинка дорогая. Давай, прокачай Жангальское безмолвие настоящим звуком настоящего атмосферника. Антоха, если поворот называется улиткой, это не значит, что у него нужно входить, как улитка. Интересно, пятый, получится газ в пол пройти? У тебя все получается? Только хорошо попадать на АПЕКС не всегда. Шестой сложный, я знаю. Хорошо ты один едешь, и тебя никто не обогнал. Седьмой, задержной, держи, держи машину. И сразу направо восьмой. Девятый, десятый, считай один левый поворот, здесь может возникнуть избыточная поворачиваемость. Но учитывая твоё переднее текло, скорее недостаточное, не пытайся тут активировать ТРС напрямую. Тут, во-первых, нет этой зоны, во-вторых, ТРС у тебя отсутствует. В одиннадцатый заходим плавненько и начинаем разгоняться. Двенадцатый, тринадцатый. Вон она, та самая пустая трибуна. Учитывая её пустоту, Молчавин когда-нибудь назовут эту трибуну твоим именем. Кочку тут убрали, можешь выходить пошире. Хотя мы знаем твою страсть к широким выходам. Я бы сказал даже выходкам. Ух, вовсю дурь несётся Макларен. Чемпионский, между прочим, с двигателем Хонда на зло Алонса. Оттормазываемся перед четырнадцатым. И почему-то вот эту штуковину назвали пятнадцатым поворотом. Хотя ты вряд ли это заметишь. Ну и после всего этого, ах, ещё и шестнадцатый. Ах, ты как всегда тут вышел широко. Хорошо, хоть Джовинаца не исполнил. Всё, Молчавин, дыши полной грудью шанхайским смогом. Спасибо за весёлый круг. Тилькодромы бывают разные. Как и у любого творческого человека, у Германа Тильки и у его бюро, ранний период отличается особо скоростными, интересными и неожиданными трассами. Конфигурация шанхайского автодрома напоминает иероглиф «шань», что дословно означает «гоняться в Шанхае». И пилоты будут гоняться под дождём, в смоге, испытывая чудовищные перегрузки в скоростных поворотах и в мощнейших торможениях. Наверняка мы увидим красивую борьбу. По крайней мере, хочется в это верить. Но даже если гонка получится не такой зрелищной, как в прошедшем Бахрейне, мы-то знаем. Вернёмся в Шанхае через год и обязательно всё увидим. Пожелаем долгой жизни этому необычному и интересному автодрому. Ну а нам, друзья, хорошего шоу. Снова говорю «нихао», потому что тупо не знаю, как «до свидания» по-китайски.